Проведение чемпионата мира по футболу стало поводом для многих контрольно-надзорных мероприятий. Всего 616 проверок, 18 административных и 34 санитарно-эпидемиологических расследований было проведено управлением Роспотребнадзора. По сравнению с прошлым годом, 8 раз сократилось число внеплановых проверок по обращениям граждан. В ходе контрольно-надзорных мероприятий 448 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них 45% осуществляли деятельность с нарушением санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей и технического регулирования. Под особым контролем Роспотребнадзора промышленные предприятия. Условия труда работников организации зачастую не соответствуют требованиям. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты на некоторых объектах оставляет желать лучшего. Предприятия торговли и общественного питания также подверглись проверкам. Особое внимание уделено выявлению нарушений в медицинских организациях. Это нарушение требований к вентиляции помещений, отсутствие паспортов на систему механической приточной вытяжной вентиляции, отсутствие документов, подтверждающих проведение дезинфекции системы механической приточной вытяжной вентиляции, непроведение проверки эффективности работы, очистки и дезинфекции системы механической вентиляции. Следующее нарушение – это нарушение требований к естественному и искусственному освещению. Отсутствие сплошных закрытых рассеивателей светильников общей освещения помещений. Это несоответствие уровня искусственного освещения в кабинетах, где проводятся медицинские манипуляции. ЖКХ, три буквы и одна большая и больная тема для жителей многих многоэтажек. Захламленные и затопленные подвалы, опасные грызуны и плохая освещенность – это только основные нарушения. Но есть еще одна проблема. Проверки выявили, что качество питьевой воды из разводящей сети не соответствует санитарно-химическим требованиям. Ирина Пятина, Андрей Просвиркин. Народные новости.